Поскольку в нашу организацию входят все отечественные компании, самые крупные, это компании полного цикла и представлены здесь и Биокат, и Фармстандарт, и Генериум, активный компонент, Палисан, Наналек, все самые крупные компании, то, конечно, у нас огромный интерес к целому ряду сессий и по поводу схем лечения, и по поводу вообще лекарственного обеспечения. Вчера, когда была прямая рения с президентом, большое количество вопросов касалось лекарственного обеспечения наших граждан, своевременности лекарственного обеспечения, качества лекарственных препаратов, безопасности лекарственных препаратов. Я участвую в сессиях по клиническим исследованиям, которые организует наш институт Петрова, и как раз за это отвечает Артем Николаевич Полторацкий. Институт Петрова участвовал в разработке большого блока по клиническим исследованиям стратегии развития фармацевтической промышленности до 2030 года, поэтому мы будем награждать целый ряд экспертов, которые приняли участие, потому что именно этот раздел подвергся минимальному количеству изменений или каких-либо поправок. Это говорит о очень высокой качественной работе большого коллектива. Это серьезный коллектив порядка 20 человек, привлеченных с разных институтов. И считаю, что для меня, как для коренного петербуржца, проведение данного форума «Белые ночи», и это один из старейших форумов. Вы сами видите, насколько велика активность, как со стороны компаний, пациентского сообщества, врачебного сообщества. И целый ряд докладов как раз сейчас направлены на инновационное лечение, новые препараты, новые схемы лечения, присутствие заместителя министра здравоохранения. Все это говорит о очень высоком статусе данного мероприятия. Мы рассчитываем, что те сессии, которые мы поддерживаем, мы все сессии поддерживаем, потому что все это касается самого важного. Насколько нашим пациентам будет предоставлено своевременное, качественное, безопасное лечение, каким образом будет проходить профилактика, скрининг тех или иных заболеваний. Поэтому большой, серьезный блок и очень представительная и аудитория, и спикеры, которые здесь, на данном форуме, имеют возможность высказать собственные мысли. Ну, я сегодня первый день на форуме и был как раз на сессии по клиническим исследованиям. И как раз я считаю, что вопросы инновационных препаратов, скорейшего внедрения в медицинскую практику, так называемая трансляционная медицина, чтобы минимизировать вопросы, связанные с длительными согласованиями и какими-то чиновничьими волокитами, как раз здесь идет разговор о том, что если мы об инновационных препаратах, если сейчас у нас абсолютно новые подходы к целому ряду лечений, то необходимо и изменить определенные сроки и клинических исследований. Все для того, чтобы пациент как можно скорее получил это новое лечение. Сегодня Российская Федерация занимает первое место в мире по воспроизведенным препаратам. Это говорит о том, что мы сейчас очень существенно влияем на снижение стоимости лечения. Например, вот представлена одна из компаний Биокад, которая является пожалуй, ну таким главным серьезным сегодня чемпионом, лидером отрасли. И если взять за последние годы то, что происходит на рынке и каким образом люди получают это лечение, например, такой препарат, как тростозумаб, за последние годы снижение цены было на 68 процентов. И экономия бюджета была 2,5 миллиарда. И охват пациентов сегодня составил порядка 77 процентов больше, чем тот охват, который был. Преварат бивоцезумаб, снижение цены на 77 процентов. Охват более 120 процентов пациентов и 2,6 миллиарда экономия. Вопрос идет сейчас о том, что новые препараты, новые исследования, мы готовы абсолютно ко всему. Это соответствует всем транснациональным принципам, но у нас сегодня в первую очередь мы говорим о трансроссийских принципах и о возможности вот этими передовыми компаниями предоставлять своевременное лечение и существенно снижать стоимость препаратов при гусарственных закупках. Я не первый раз на форуме «Белая ночь» и считаю, что это один из таких ключевых форумов, которые, по крайней мере, сегодня помогают в решении поставленных задач как в отношении майских указов, так и вопросы, связанные сегодня с национальными проектами здравоохранения и оказания своевременной помощи онкологическим больным, вопросы профилактики. Поэтому как раз здесь, я думаю, что многие из присутствующих, почему, в общем, и такое большое количество участников и серьезная регистрация, они получат те ответы на целый ряд вопросов, которые у них есть. Одно дело, мы говорим о Петербурге и Москве, но регионы, регионы должны понимать и общую тенденцию, что существует и в Петербурге, и в Москве, и понимать, что разница-то между пациентами и людьми, которые в этом нуждаются, нет никакой. Да все изменилось. Просто, понимаете, мы же выполняем вот промышленность, которую я представляю, я представляю крупнейшие заводы, которые производят именно эти препараты, которые рассматриваются сегодня здесь как эффективные схемы лечения. За последние три года, с учетом технологии, абсолютно нового подхода, мы же сейчас говорим и о биомедицинских клеточных продуктах, о генной терапии. Ну, такого не было за сто лет. Это ведь сопряжено и с уровнем развития техники, и технологий производства. И вопросы полного цикла связаны и с синтезом субстанций, с развитием направления моноклональных антител. Поэтому все то, что мы слышим, каждый год – это абсолютные инновации и очень серьезные прорывы, то, о чем мы и говорим. Только если вопросы экономических прорывов, они как-то отражаются в цифрах, почему я вам и сказал по поводу экономии бюджета и охвата пациентов, то прорывы, которые связаны с инновационными препаратами и с новыми внедрениями, они касаются абсолютно нового образования людей, совершенно другого подхода, целый ряд новых специальностей. Это и медицинские физики, и биоинформатика. Ну и мне приятно, что есть большие разделы именно и по обучению, и по подготовке новых кадров, и по совершенно другому взгляду на то, каким образом должно быть взаимодействие между производителями, врачами и пациентами.